Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас в чате активиста будет выступать российский политический активист, журналист сайта «Открытая Россия» Роман Попхов. Роман — самый лучший политический узник, участник многочисленных уличных акций. Акции сопротивления и так далее. То есть опыт, которым он может поделиться, нам безусловно важен. И мы в последнее время, все время ищем людей, которые могли бы поделиться с нами опытом как уличных акций, так и сопротивления, организации протестных движений и так далее. Я вам очень советую читать блог Романа, потому что это великолепный пишущий журналист. И предлагаю вам сегодня внимательно послушать, стараться не уклоняться от темы. Тема заявлена и закреплена наверху в сайте. Роман, добрый вечер, приглашаю вас в наш чат. Здравствуйте всем. Я передаю привет из столицы России, Москвы, из страны, порабощенной режимом тираническим. В другой стране, тоже порабощенной, а таким же львовецким режимом. Рад, что есть возможность пообщаться с непокорными, свободными, духовно свободными людьми, которые хотят принести свободу своей родине. Начну с того, что, безусловно, каждая страна имеет свою специфику, каждый режим имеет свою специфику, и, наверное, не все формы борьбы, которые мы применяли в России, уместны будут в Казахстане, но какие-то вещи являются все же универсальными, вот о них можем поговорить. Начну с того, что я в 2000-е годы был довольно активным партийным, оппозиционным активистом, и это было время становления путинизма в России, время, когда страна стремительно теряла свободы гражданские, с большим трудом полученные в годы перестройки. И мы, наши группы, первые группы сопротивления, опонимали, к чему катится страна, и начали пытаться каким-то образом противодействовать нарастающему режиму тирании, вот всей этой тьме, в которой Россия оказалась. И, разумеется, в условиях абсолютной цензуры, в условиях спящего гражданского общества, нам сперва было очень непросто. И очень большую пользу принесли от так называемой акции прямого действия, как способ прорыва информационной блокады, как способ привлечения внимания к острым проблемам, как эффективная методика заклеймить врагу свободы и демократии. Вот акции прямого действия, то есть яркие и в меру радикальные акции протеста, это то, чем мы занимались в 2000-е годы. В условиях ограниченности ресурсов, в том числе людских ресурсов, в 2000-х годах в России приходилось иногда использовать такие полупартизанские методы акции протеста. Ну, я вот просто приведу пример. В Москве в 2003 году проходит съезд правящей партии «Единая Россия». Сразу после того, как они, используя колоссальный административный ресурс, якобы одержали победу на парламентских выборах в Государственную Думу. У них проходил съезд в Москве в гостинице «Россия», в лучших традициях Нюрнбергских съездов Третьего Рейха. И необходимо было просто бросить обвинения какие-то, чтобы общество задумалось немного над тем, что происходит с Россией. И мы, значит, там провели акцию прямого действия. В чем это выражалось, сейчас постараюсь кратко объяснить. На съезде «Единой России» мы с товарищами сумели аккредитоваться от дружественного оппозиционного СМИ, пройти как журналисты на съезд правящей партии «Единая Россия». И во время выступления тогдашнего лидера «Единой России» Бориса Грызлова, где он отчитывался перед всей этой публикой, раболепный, коленопреклоненный, отчитывался о победах путинизма. Мы у нас ездили, раскидали листовки и закидали Бориса Грызлова куриными яйцами. Несмотря на кажущееся шутовство этой акции, тем не менее она имела огромный резонанс общественный. Даже не сам факт закидывания господина Грызлова, а то, что говорилось в листовках. Мы заглавили листовку слоганом «Руки прочь от России козлы» и сформулировали краткое, емкое и дерзкое обвинение в адрес «Единой России». Такого рода акция протеста с разбрасыванием листовок на вражеском партийном съезде, мы заранее понимали, что здесь есть риск уголовного преследования, потому что, разумеется, могут силовики, что называется, по беспределу совсем уже вменять хулиганство, как уголовное преступление. Но, тем не менее, такая вероятность была невелика, именно уголовка. Куда больше была вероятность административного наказания, мы на административное наказание довольно легко могли пойти. И меня, и двух других моих товарищей административно арестовали, посадили на 15 суток. То есть, я считаю, что 15 суток – это вполне годная цена сорванному партийному съезду «Единой России». То есть, вот такая акция была вполне успешной. Другое дело, что она требовала огромной подготовки, то есть, необходимо было найти СМИ, аккредитоваться, найти людей незасвеченных, которых не узнали бы на проходе охранники съезда «Единой России». Мы в то время еще были незасвеченными активистами. Но вот при годной подготовке, при, опять же, соблюдении конспирации, то есть, не использовании мобильных телефонов при обсуждении акции, не использовании интернета, нам удалось ее провести довольно успешно, несмотря на то, что обычный ФСБ старается противодействовать акциям протеста уже на стадии их подготовки, прослушивая телефоны, просматривая интернет-переписку и так далее. Ну вот мы сумели, вот, и акция была крайне неуспешной. Ну, помимо акций таких более-менее легких, мы иногда делали и более дерзкие акции, типа мирного захвата министерств, то есть, там проникали люди в здания министерств, вывешивали из окон там транспаранты и флаги. Транспаранты и флаги. Но, скажем так, такого рода совсем уж дерзкие операции, я не стал бы их рекомендовать уже сейчас ни казахам, ни русским, ни каким-либо еще гражданам порабощенных стран, просто потому, что в 2000-х годах еще был шанс получить за это административное преследование, за проникновение в министерство и вывешивание флагов из его окон. Но сейчас, я думаю, и в Казахстане, и в России это стопроцентная уголовка, то есть, здесь бы уже в нынешнее время далеко не вегетарианское такое, рисковать, наверное, не стоит. Есть куда больше, более легкие, более безопасные способы провести акции. Ну и вообще, уж коль скоро мы живем в таких средневековых деспотиях, всегда необходимо уделять внимание конспирации. Ну, просто уж коль скоро вы решили посвятить свою жизнь сопротивлению гражданскому какому-то, да, вот элементарные меры конспирации должны быть такими же повседневными, такими же рутинными для вас, как меры обычной бытовой гидиены, типа чистить зубов каждое утро и влажную уберть квартиры. То есть, все время нужно помнить, что телефон может прослушиваться, что мессенджеры в интернете, в социальных сетях в подавляющем большинстве тоже читаются специальными службами. Вот понимание этого, оно здорово избавляет от самых разных рисков и делает вашу жизнь безопасной и вашу борьбу более успешной. Я в следующей записи более подробно поговорю, вот, собственно говоря, о мерах интернет-безопасности. В последнее время много говорится о том, что есть мессенджеры опасные, ну, потенциально опасные в плане прослушивания, есть мессенджеры якобы безопасные, вот активно рекламируется Телеграм, в котором мы сейчас с вами общаемся, как применяющий сквозное шифрование так называемое. Вот я вас призываю не особенно верить разговорам о том, что есть безопасные мессенджеры. Даже если это и так, даже если они в самом деле безопасны, проще все-таки заранее, априори считать, что и это тоже можно взломать. И таким образом не говорить о каких-то чувствительных для спецслужб вещах даже в Телеграме. То есть всегда нужно искать возможность встретиться с человеком лично, поговорить лично. Лучше заранее верить в то, что большой брат за вами следит, чтобы потом не было никаких неожиданностей. То есть такая некоторая паранойя, к сожалению, неизбежна в нашем деле, и лучше относиться к ней вполне спокойно, не как к проявлению болезни какой-то. Мне вот говорили уже, что в Казахстане довольно-таки эффективным является метод координации людей при помощи Телеграма, Телеграм-чатов, и что удается акции организовывать. Я, кстати, в этом плане казахское общество поздравляю, потому что в России пока Телеграм не настолько эффективен, как метод борьбы. То есть в этом плане вы молодцы, но есть и определенные угрозы все равно, в том числе и в Телеграм-чатах. Необходимо всегда понимать, что чат в Телеграме – это гарантированное присутствие в этом чате как минимум нескольких сотрудников специальных служб. У нас в России есть довольно мрачный пример уголовного дела, когда активистов погубило использование Телеграм-чатов. Я вот сейчас об этом подробно расскажу. Вот что касается российского опыта использования Телеграм-чатов, была совершенно дикая история относительно недавно, когда в одном из Телеграм-чатов общались представители московской оппозиционно настроенной молодежи, и именно в чате Телеграма они договорились о создании некой небольшой протестной организации. И, соответственно, из десяти членов этой организации трое участников этого чата были сотрудники спецслужб, в том числе и ФСБ. И все общение, которое проходило у них там организационное, оно было под контролем спецслужб, которые в этом чате участвовали. И, собственно говоря, потом агенты спецслужб выступали свидетелями обвинения и доказывали обвинению, что это была преступная организация террористическая и так далее. То есть тут дело не в том, чтобы не доверять Телеграму. Дело в том, что необходимо помнить, необходимо помнить о том, что и в чатах Телеграма могут быть злые, плохие люди. Вот о чем, собственно, речь. Еще о чем имело бы смысл упомянуть в плане футбол борьбы, это то, что, рано или поздно, неизбежно режим диктаторский становится таким, что все больше становится похож на хунты Латинской Америки, когда уже полицейских методов борьбы силового подавления недостаточно, и режим начинает использовать просто бандитские группировки, группировки уличных наемников, парамилитарные формирования для справа физических над своими оппонентами и так далее. Я, собственно говоря, в ходе уличной войны с такого рода наемниками, я и оказался в тюрьме, вот, и борьба с парамилитарными наемными группировками, это то, с чем тоже придется в любом случае столкнуться, и это такая неизбежность, которая... Это было и в Украине, так называемые тетушки, в России это были нашисты, движения наши, родственные группировки, позднее, чем Айдан, что-то подобное наверняка есть, или, во всяком случае, будет в Казахстане. Вот оттачивали дисциплины и решимости в борьбе вот с такими людьми, это тоже вот часть нашей работы, этому нужно огромное внимание уделять. Да, вот тут жалуются, что плохо слышно, сейчас я попробую с микрофоном разобраться со своим. Секундочку. Ну, еще, что касается того, что, ну, вот, жалоб нам до этого далеко, мы не можем даже выйти на мирные митинги. Поверьте, в России были ровно такие же настроения в 2000-х годах, что мы спящее общество, спящая нация, мы не можем выйти на мирные митинги. И Россия, и Казахстан, и вообще вот эти вот все государства постсоветского пространства, в них велика роль непредсказуемых событий. Общество может проснуться довольно быстро и преподнести самые разные сюрпризы. Вот, пожалуйста, пример в России с Болотной площадью. В 2000-х годах никому из нас не могло даже в голову прийти, что 100 тысяч человек может оказаться под протестными лозунгами на московских площадях. Тем не менее, вскоре это стало вполне реальностью. Так что в этом смысле я призываю вас не быть пессимистичными, да, непредсказуемые события, о которых мы сейчас даже не можем догадываться. Вот на той же Украине отказ от евроинтеграции режима Януковича спровоцировал национальную революцию в стране в итоге. То есть в Казахстане, я думаю, тоже все самое интересное еще впереди, то, что сейчас людей мало на улицах, не означает, что их будет мало всегда. Что касается, опять же, акций протеста, какого-то опыта, накопленного в России, все время нужно понимать, что акция небольшой группы людей, акция прямого действия, какая-то дерзкая акция, это все время, конечно же, риск, конечно же, угроза. Да, поэтому далеко не каждый на нее готов, но тем не менее, такого рода акции позволяют оттачивать какие-то навыки взаимодействия, той же конспирации. И что самое интересное, общество, когда мы видим какие-то такие дерзкие, героические поступки, оно тоже воодушевляется. То есть приходят новые люди в протест. В этом плане это довольно эффективная вещь. Вот тут у меня спрашивают, почему в России был массовый выход людей. Да потому же, почему он был и в Украине, и почему рано или поздно он будет в Казахстане. Дело в том, что вот эти все режимы тиранические, режим Назарбаев, режим Путин, режим Янукович, они же абсолютно ретроградные, они не понимают того, что общество становится все более современным. Вот в России просто все сильнее и сильнее заявляли о себе и заявляют жители больших городов. В первую очередь молодежь, которые абсолютно по-новому смотрят на мир, которым не хочется жить в закрытой от всего мира тирании. Наши диктатуры пытаются управлять нами, исходя из методик 30-х годов прошлого века, но мы живем уже в 21 веке. И это очень интересное явление, они от нас отстают исторически на очень много шагов, наши правители. Я вот, кстати говоря, готов рассказать о том, как сейчас в России с протестом движения, и почему роль молодежи растет все сильнее. Вот в современной России нынешний протест, он безусловно молодежный по своему характеру. Этого не было очень давно, именно активности молодежи. Ну, может, там в перестройку в последний раз. И этим нынешний русский протест отличается от того же протеста на Болотной площади, который был в 2011 году. Все-таки в 2011 году выходили люди среднего возраста, их называли креативным классом, городские буржуа, средний класс, какие-то там менеджеры. А сейчас выходит именно молодежь. И это очень интересно. То есть люди, которые, казалось бы, прожили всю жизнь при Путине, и на которых смотрели многие, как на потерянные поколения, они оказались очень современными, очень яркими, и очень такими пассионарными, если угодно. Современный протест в России, там многие называют протестом школьников, протестом, ну, там, презрительно, да, якобы школьники. На самом деле это, если и школьники, получающиеся совсем уж старших классов, но в основном это студенчество, это люди, там, от 18 до 30 лет, вот в этом диапазоне, вот они являются ядром сегодня. И слава Богу, что находятся сегодня в России лидеры, которые как-то умеют с ними работать, воодушевлять их, вдохновлять. Вот с молодежью путинский режим работать совершенно не способен. И я не думаю, что режим Назарбаева в Казахстане умеет работать с молодежью, умеет ее чувствовать. Все-таки люди, которые выросли в советской системе, закостеневшие, они совершенно не понимают, чем дышит современное молодое общество. А мы должны понимать, чем дышит молодежь, и работать с нею. Я вот не так давно, чтобы некоторые свои знания о Назарбаеве уточнить, там, его биографию почитал, я, конечно, в ужас пришел. Я совершенно подзабыл, что этот человек находится у власти в Казахстане с 90-го года, да, то есть, ну, с 89-го. То есть еще берлинская стена стояла, еще режим апартеидов ЮАР существовал, а он уже тогда был главой Компартии Казахстана и потом пересел в кресло президента. Этот человек сформировался даже не в прошлую, а в позапрошлую историческую эпоху. И Путин ровно такой же. Путин – это старый брежневский офицер КГБ. Вот нужно понимать, нами правят мертвецы живые, люди из позапрошлой исторической эпохи. И в этом плане у нас, конечно, колоссальные преимущества. Мы лучше понимаем мир и должны это преимущество использовать. Вот тут у меня спрашивают, что мешает российской оппозиции собраться в один кулак. Дело в том, что не нужно преувеличивать степень всей этой вражды междуусобной. Они ссорятся между собой, эти лидеры, тогда, когда некоторое затишье на фронтах борьбы политической. А когда возникает ситуация историческая, что все выходят на акции. Ну, все и выходят на недавние акции за свободу интернета в России в апреле. Ну, вполне спокойно вышли вместе и Навальные, и Открытая Россия, и даже Явлинский. То есть, всегда можно найти точки для взаимодействия, для сотрудничества. Они на выборах ругаются при подготовке к выборам. Но это не столь важно, потому что выборы современные – это тотальный фейк. И, в общем-то, то, что связано с выборами, на это и внимание обращать не стоит. А когда возникают поводы для настоящих протестных акций, настоящие поводы, вот типа баллотирование телеграмма в России, все довольно легко могут договориться между собой. Вот тут у меня спрашивают в чате о моем отношении к Шевченко. Максим – это такой известный русский политик и журналист, что вот он там правильно говорит некоторые вещи. Максим Шевченко – это путинский клоун. Я вот вам сразу заявляю абсолютно ответственно. Ну, а то, что сейчас уже даже путинские клоуны говорят о зависимости России от нефти и от газа, вынуждены это признавать. Но это лишь иллюстрация того, в каком плачевном положении находится страна, что даже уже путинские клоуны говорят открыто о нефтегазовой зависимости и о том, что страна находится уже на... И еще важная вещь, касающаяся опыта, которую уж точно необходимо перенимать и задействовать, в том числе и опыта негативного. Одна из проблем России длительное время была в том, что трудно было найти взаимопонимание между разными фронтами идеологическими оппозиции. То есть, условно говоря, в России это либералы, левые и националисты. Современный мир четко и беспощадно диктует простую вещь. Необходимо объединяться всем этим трем фракциям, если они в обществе представлены, всем трем необходимо объединяться, временно забывать о различиях идеологических. Потом, позднее, на свободных выборах, можно будет выяснить, какая модель развития общественного лучше. А в настоящее время необходимо построение надидеологических фронтов. В Украине сумели либералы и националисты договориться между собой. Вот в России и в Казахстане, я абсолютно уверен, необходимо помнить о важности надидеологического объединения. Умеренных левых, там, социал-демократов, либералов, националистов. Вот это вот очень важно. Общий гражданский фронт. В России он в одно время, в эпоху протестов на Полотной площади, был достигнут. Да, вот тут меня просят рассказать о репрессиях, о том, как преодолеть страх репрессий, страх тюрьмы. Это сложный вопрос. На самом деле важно помнить о том, что если вы не будете участвовать в протестных акциях, если вы пустите все на самотек, если вы оставите общественную жизнь мертвым, таким стоящим болотом, вы не спасетесь ни от тюрьмы, ни от полицейского произвола. Тюрьма и полицейский произвол – это те вещи, которые вас уж тогда в любом случае настигнут. Это абсолютно точно. Вот короткий пример из моего личного тюремного опыта. Сейчас приведу в следующие записи. Когда я сидел в бутырской тюрьме в Москве, я там провел два года за уличную драку с прокремлевскими наемниками, вы знаете, очень большое количество было в бутырке коммерсантов, которых посадили менты за отказ делиться бизнесом. И вот они плакали горькими слезами, когда понимали, что я политзаключенный, что я сел за политику, так или иначе, за борьбу политическую. Они говорили, что очень плохо, что мы вас не поддерживали, пока были на свободе, потому что мы считали, что режим, конечно, плох, но в самых своих ужасных проявлениях он нас не заденет. Ничего подобного. Люди выбирали мирную и обывательскую жизнь и так или иначе оказывались в итоге в тюрьме. Если ты не займешься диктатурой, диктатура займется тобой в любом случае. Это необходимо помнить. Понятное дело, что страх тюрьмы, страх репрессии, страх нападения – это вполне естественное для здорового человека состояние. Никто из нас не является самураем, шахидом и готовым жертвовать собой прямо всеиминутно. Но тут просто здравый, рассудочный такой должен быть фактор. Да, мы рискуем сейчас, сражаясь с диктатурой, но, елки-палки, мы можем этого не делать, мы можем постараться жить своей маленькой жизнью. Уверены ли мы в таком случае, что наших детей не посадят при попытке отнять бизнес, или просто по беспределу пьяные менты не забьют на улице наших детей. Вот мы же сражаемся против варварских систем абсолютно. И тут нужно понимать, что тут есть во имя чего рисковать. Ой, спрашивают про военных офицеров, выходят ли они на митинги. Ну, разумеется, офицерский корпус – это часть гражданского общества, в любом случае. Какие-то выходят, безусловно. Другое дело, что далеко не все могут позволить себе роскошь выйти в военной форме, потому что, конечно, при путинском режиме армия стала одним из инструментов поддержания системы, так же, как МВД и ФСБ. Армия – это такой же инструмент, как спецслужба. Мы это видим на украинском примере, на сирийском примере. И ФСБ очень сильно надзирает за офицерским корпусом в России. И, конечно, любые открытые проявления нелояльности, ну, они стараются ФСБ-шинки пресекать и карать. Но, конечно же, недовольство и в военных кругах есть, безусловно. Я вот сейчас в следующей записи объясню, чем это недовольство военных обусловлено. Путинский режим уже за последние годы ведет две внешние войны. Это война в Сирии и война в Украине. Ну, сейчас в Украине в следующей фазе находится конфликт. Но, тем не менее, он длится все равно. И, конечно же, военные прекрасно понимают, ну, многие военные понимают, что в итоге они окажутся проигравшей стороной в том смысле, что само российское государство их бросит рано или поздно. Так же, как бросил афганцев в свое время, как бросил ветеранов чеченских войн. У нас любая война, которую ведет со стороны, ну, страна ведет, да, это война не за национальный интерес, а за сохранение режима, за продление его существования политического. Разумеется, не все офицеры в этом готовы и хотят участвовать, так что определенное недовольство есть, конечно. При всем при этом нужно отдать должное Путину, да, его воле демонической такой, да. Он поднял зарплаты, реальные зарплаты и армейским офицерам, и в особенности сотрудникам полиции. А ФСБ – это просто хозяева жизни в России, да, это люди, помыкающие коммерсантами, распределяющие финансовые потоки, активно участвующие в теневой рыночной экономике, скажем так. Разумеется, путинский режим старается, старается финансово мотивировать людей в погонах любых, служить ему верно, этому режиму. Но, что касается армейских офицеров, то сколько угодно можно зарплаты повышать, но когда тебя повезут в гробу в Цинковом из Донбасса, да, и похоронят тайно, не разрешив даже родственникам рассказывать о том, где ты погиб, ну, это малоприятная перспектива, никаких денег это не стоит, разумеется. Что касается, вот я вернусь к теме репрессий, очень важно понимать, что в любом случае политзаключенные будут, и важна их поддержка, поддержка в судах, когда их привозят там на судебные заседания, поддержка в тюрьме, чтобы были передачи продуктовые, да, вещевые, чтобы не одни родственники тащили на себе этот крест, а чтобы общество, да, протестное, активное участвовало в поддержании заключенных. Это крайне важно. Солидарность, солидарность со своими товарищами в беде, это то, это один из краеугольных камней всего нашего сообщества. Не будет этого, обо всем остальном можно, ну, вообще смешно даже разговаривать, потому что если мы не можем своих товарищей поддержать, которые в тюрьме или под арестом, или под репрессиями находятся, то мы, разумеется, не можем претендовать на то, что мы построим прекрасную страну будущего, да, поддержка людей, оказавшихся в беде, это то, что здорово мотивирует тех, кто сидит в тюремных камерах, я вот знаю по себе, по своему опыту. Поэтому нужно ходить все время в суды, даже если речь идет не о тюремном сроке, а об аресте административном или о штрафе. Необходимо сидеть в коридорах суда, когда ведут человека, менты, слова поддержки ему говорить, кричать. Необходимо пытаться проникать в залы судебных заседаний. Нужно писать письма арестованным, нужно помогать финансово семьям арестованных, оплачивать хороших толковых адвокатов, крайне важно. Чтобы люди рискули, если ты рискуешь, чтобы ты был уверен, что тебя не бросят, не забудут. Ой, спрашивают, по какой статье я судили, я с удовольствием расскажу. Это была спровоцированная прокремлевскими нашистами, ну, такими наемниками, мы их называем нашисты, драка, нападение на меня и на моих товарищей, мы кое-как отбились, причем через месяц нас за эту драку арестовали, мы из потерпевших моментально превратились в обвиняемых и вменили статью хулиганства, это 213 статья Российского уголовного кодекса, до 7 лет лишения свободы, но нам там дали, ну, мне лично дали 2 года и 3 месяца, я вскоре после приговора вышел, потому что очень долго длилось следствие предварительное, и очень долго длился суд. Вот, то есть хулиганская статья, они все время же пытаются использовать какие-то банальные статьи уголовного кодекса, сейчас нет статьи антисоветской агитации и пропаганды, как в старые времена, вот хулиганство, массовые беспорядки еще очень сильно любят статью УК. Да, вот важный вопрос о том, крайне важно о публичной заявлении, пока ты молчишь, пока ты надеешься на то, что все потихоньку образуется, само собой, что тише едешь, дальше будешь, не нужно злить ментов, вот это глубокое заблуждение. В наших странах менты, оборотни в погонах, вот эти все беспредельничные, они боятся только скандалов, и больше ничего. Попытаться с ними договориться, бесполезно. Вот они же будут, вот сейчас я в следующих двух аудиофайлах, коротко постараюсь описать два примера. Негативный пример и позитивный пример. Негативный пример, когда люди молчали, надеясь, что все само собой разрулится, что не нужно злить. И позитивный пример, когда только мощнейший скандал привел к покаранию там подлецов и мерзавцев. Вот негативный пример, когда люди не хотели привлекать внимание. Значит, в 2000, по-моему, в 2011 году жена тогдашнего министра внутренних дел, Нургалиева, устроила автомобильную катастрофу, она была виновницей ДТП, в котором погибли двое рабочих, лифтеров. Родственники сперва вроде как были готовы выступать, придавать огласки всю эту ситуацию, а потом резко замолчали и съехали с темы, что называется. Мы вот как журналисты, я в то время был журналистом, уже пытались с ними общаться. В итоге может быть, там они и получили благодаря своему молчанию какие-то крохи финансовой помощи со стороны виновников, да, но в итоге Нургалиев просидел благополучно министр внутренних дел еще несколько лет и сегодня заседает в Совете Безопасности Российской Федерации. Вот, пожалуйста, молчание, господин Нургалиев остался безнаказанным. А теперь позитивный пример. Вот буквально совсем на днях в интернет попала видеозапись варварского избиения заключенного в Ярославской колонии общего режима охранниками. Они его били, человек 15 там танцевало на нем, били его дубинками по пяткам. Знаете, такая средневековая довольно форма, жестокая форма наказания, крайне болезненная. это случилось еще в прошлом году, но видеозапись попала только сегодня, благодаря там, я так понимаю, одному из адвокатов, да, вот, и скандал, который поднялся, сам заключенный, избитый, не молчал, привлекал внимание к этому, да, подтверждал факт избиения. его товарищи по несчастью из этой же колонии, уже освободившиеся, правда, тоже не молчали, говорили об этом громко. В итоге сейчас, даже в такой стране, как Россия, где менты и тюремщики это фундамент системы, тем не менее, участники этой экзекуции, этого наказания, сегодня сами арестованы, потому что вот такова сила скандала медийного, даже в очень несвободной стране. Поэтому молчать нельзя никогда. Ну, на вопрос о том, возможно ли падение режима в Российской Федерации, я бы тут призвал сильно уж не спешить и чересчур оптимистичных не делать каких-то прогнозов. запас прочности у системы безусловно есть, конечно же есть. Уж когда в 2014 году массово рухнули цены на нефть, там все потирали руки, там когда рубль рушился, что вот-вот скоро-скоро, кое-как система залаталась, да, пережила сложные времена, сейчас уже немножко полегче. Вот, но в целом необходимо понимать, что разумеется, сам экономический характер вот этого государства, да, когда оно не развивается в научном плане, в инфраструктурном плане, когда все построено на нефтегазовых трубах, да, и на растущих налогах с населения, разумеется, вечно это продолжаться не может. Просто мы готовы, мы должны быть готовы, и мы готовы играть в долгую, да, вполне легко допускаем, что еще лет 10 такого существования нам предстоит. Это совершенно запросто. Ну и что касается Алексея Навального, тут необходимо тоже какую-то такую ремарку дать. К нему можно как угодно относиться как к личности, да, выискивать со стеклом с увеличительным какие-то заявления у него националистические или там двусмысленные какие-то, да, и искать там много всяких грехов у него, но по факту мы должны признать, что сегодня это в России единственный сколь-либо эффективный политик, который умеет играть ярко в таком западном стиле, в нападающем, да, и вот скорее всего именно он будет той компромиссной фигурой, вокруг которой возможно какое-то пускай временное ситуационистское объединение, да, оппозиции, потому что конечно же такое объединение временное, подчеркиваю, необходимо, я думаю, что и в Казахстане нужно искать такую фигуру, пускай это будет не идеальный человек со своими какими-то косяками в прошлом, со стилетами в шкафу, но нужен такой человек, такой лидер, другое дело, что за ним нужно смотреть внимательно и его контролировать обществом гражданскому, да, вот, и еще по поводу молчания, да, молчания как большого зла, да, молчания при скандалах каких-то, при беспределе государственном, я вот по российскому опыту могу сказать, что 10 случаев из 10, когда удавалось привлечь внимание к проблемам, к беспределу, это именно из-за того, что люди не молчали, громко выступали в ютубе, обращались к международным правозащитникам, то есть всегда жертвы вывели себя отважно, да, в этом случае, вот, иных примеров успеха мы не знаем. Вопрос, может ли Россия развалиться как Советский Союз, ну, понимаете, это я то же самое, если я вас спрошу, а может ли Казахстан развалиться как Советский Союз, а могла ли Украина развалиться, любое государство крупное, да, континентальное, наверное, может развалиться при неосторожном с ним обращении, да, но другое дело, что наша задача это построение свободных государств, да, как бы европейского типа, а не их развал и сеяние хаоса в Евразии, вот, поэтому тут я бы не стал бы ждать развала России, уж по крайней мере мы к этому точно не полкаем, и Россия должна быть целостной, и Казахстан должен быть целостным, и Украина должна быть целостной, да, границы проведены не потому, что это была чья-то блажь, да, это международные вещи, которые были сформулированы в ООН, в Хельсинки, да, проблема диктатур не в том, что страна целостная, да, а в том, что общество спит, да, и не очень хочет просыпаться, вот, поэтому тут нужно бороться с диктатурами, а не думать про геополитику чересчур много. Ну, вот пишут, что нам Назарбаева нужно быстрее свергнуть, и мы не хотим ждать 10 лет, дорогие мои друзья, я только за, если у вас получится быстрее. В свое время Украина была дважды очень позитивным для России примером во время оранжевой революции и во время Евромайдана, если Казахстан будет таким же воодушевляющим примером, я это только приветствую, да, вот, но российский опыт говорит мне, ну, вы же меня о России спрашиваете, здесь все не так просто, да, здесь общество гражданское все сильнее становится, но и режим не так уж слаб, играть в долгую, играть, быть людьми длинной воли, это тоже не так уж и плохо, да, если мы не готовы бороться долго, значит, а так себе борцы мы. что касается ячеек активистов, ячеек активистов, ну, понимаете, есть маленькие совсем группы, вот совсем из пяти, десяти человек, группы единомышленников, которые познакомились, может быть, даже на вне политическом каком-то уровне, да, и потом уже пришли в политику, в протест, есть большие проекты, да, те же структуры Навального или открытая Россия Михаила Ходорковского, тут, знаете, как говорят китайцы, пусть цветут сто цветов, пусть соперничает тысяча школ, да, и большие там проекты быть должны, и какие-то небольшие группы, важно просто помнить, что лидеров необходимо контролировать, да, вот украинцы в этом плане были очень позитивным примером, я хорошо помню, как во время Майдана они четко контролировали своих вождей, и при малейшей попытке слить протест, пойти на какие-то компромиссы, они их одергивали, да, вот это вот то, чему и казахам, и русским нужно у украинцев учиться. Спрашивают летом в России тоже спад активизма, ну, естественно, есть какие-то исключения из правил, например, я хорошо помню выборы мэра Москвы 2013 года, когда Навальному позволили пойти на выборы, и это был всплеск такой активности протестной, да, связан именно с участием настоящего оппозиционера в выборах, там, в коей-то веке, да, вот, но обычно, да, обычно это время отпусков и такого спада некоторого протестной движухи, вот, у нас зимой очень часто происходит всплеск, да, так исторически сложилось, хотя, конечно, зимой климат в России не особенно располагает к Майдану, но уж мы себе страну не выбирали, сами понимаете. сотрудничестве не выбирали, но уж в России не выбирали, не выбирали. Вы не выбирали, а вы не выбирали, Какие были у меня причины для того, чтобы войти в протестное движение, но там все было сложно, понимаете. И 90-е годы, я тогда еще был совсем юным, и 90-е годы Ельцинской России мне не шибко нравились, потому что была масса проблем у страны. А уж когда пришел Путин в начале 2000-х годов, когда он взял курс на построение авторитарного режима, тут уже стало все совсем уже беспощадно ясно. Я просто не хотел, понимаете, я не хотел всю жизнь ходить и бояться ментов, бояться призыва в эту рабскую армию средневековую, бояться беспредела, не иметь никаких перспектив. Ну вот в комплексе, вы же примерно себе представляете, что такое путинская Россия, она довольно сильно похожа на Казахстан, поверьте. Вот комплекс всего этого, он и заставляет к протесту присоединяться, да, ты ищешь себе наиболее подходящую тебе стаю, или даже неподходящую, но вот временно ту, которая может дать тебе какой-то опыт, да, школу какую-то тебе дать. Вот, и ты приходишь. Я просто понял, что с момента, ну, с приходом Путина к власти Россию ждут довольно мрачные времена. Все сильнее менты становились, все сильнее становилось ФСБ, все отвратительнее было телевидение российское. Ну и, в общем-то, это причина, да, это комплекс причин, он вполне понятен, очевиден, он лежит на поверхности. По поводу Немцова спрашивают, был ли он связан с путинским режимом, но я не думаю, да, Борис Немцов Путин абсолютно искренне ненавидел и считал его злом для России и был абсолютно прав в этом. Немцов, конечно же, да, он тоже выходец из, там, из политэстеблишмента зельцинских времен, да, он тоже в свое время с Путиным, наверное, в 90-х годах сидел на одних фуршетах, там, в Кремле, и они жали друг другу руки. Но это были старые времена, люди же развиваются, растут, приходят, там, к какому-то пониманию истины какой-то, да. Вот, Немцов, он был опасен для Путина, я не думаю, что Путин организовал это убийство, сразу говорю, конечно же, нет, это откуда-то с Кавказа идут корни, вот, но Борис Немцов был искренним и последовательным врагом путинизма. Так, друзья, вы знаете, тут мне уже сигнализирует, что пора заканчивать, мы уже час с вами общаемся, я хочу пожелать свободы народу Казахстана и на пути к свободе максимального терпения, стальной воли и главное помнить, что если не мы сами, то никто нам не поможет, никакие американцы, никакая Европа, мы должны сами вернуть свободу своим странам. Мы эти страны создавали, наши предки их создавали, вложили в это, целые поколения вложили в этот труд, пот, кровь, в наши земли, да, в порабощенные. И поэтому давайте об этом помнить и во имя памяти наших предков, поскорее этих феодалов, всю эту деспотию уберем, чтобы жить нормально, по-европейски, солнечно и радостно. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон» Роман, большое спасибо за ваше выступление, очень полезный и очень содержательный эфир для нас, многие вещи очень важные были затронуты. Я хочу сказать вам, друзья, что очень созвучны мысли у тех людей, кто по-настоящему борется. И если вы заметили, то многие, кто выступал в нашем чате, как раз-таки выступают созвучно с теми словами, с теми действиями, с событиями, которые отражал сегодня Роман в своем выступлении. Еще раз советую читать блог Романа на сайте «Открытая Россия». Большое спасибо, всем до свидания, следующий эфир у нас будет в понедельник, его будет проводить Мухтар Аблязов. Мухтар Аблязов